как слышно как видно проведем небольшой прямой эфир немножко связи здесь есть розыгрыш сейчас приеду на базу и проведем розыгрыш пока у заехал парням на монтаж монтирует небольшую теплицу два с половиной на три метра легенду видит маленькой такой 3 метра хорошо слышно видно хорошо тут связь очень плохая в одном торце дверь с форточкой форточный блок с автоматами и в другом торце форточка смотрите многие спрашивают форточки смотрите какая у нас огромная форточка 800 на 890 просто огромный эти и в другом торце даже форточка по этой причине мы справа ни слева не делаем тоже сами форточки так огромные смотри сейчас происходит монтаж форточного блока с автоматами чтобы форточки автоматически открывались для того чтобы поставить автоматы нужно такая поперечина на форточном блоке в котором к чему крепится автомат сначала видите детали для крепления ставятся потом сейчас будет ставиться пружина возвратно и сам термопривод вот такая аккуратно небольшая здесь на участках очень много наших легенд и павильонов даже ведь которые старинные если по улице пройтись ну что значит так скажем сарафанное радио узкую дорожку оставить так тут еще я не обратил внимание тут нету еще дорожек тут это все и так понимает от стояла как мы видим старая теплица все это подготовили видите убрали основание даже какой-то старинное положение рубероид и на сверху наш брус и внутри я так понимаю будут все это убирать демонтировать и сделать хорошие нормальные грядки в чем удобно ширины 2 и два с половиной метра в том что можно сделать в чистоте получается 230 можно сделать проход 60 70 70 сантиметров и останется грядки получается метр 60 по 80 сантиметров чтобы на вытянуть руку работать удобно было они тянутся как многие метровые делают грядки у легенды значит воспаленной шириной метр шестьдесят три если память метр шестьдесят три высота стены и общая высота два с половиной метра то есть такая аккуратная теплица прямо стены и двухскатная классическая практически я посмотрел у всех вот видите старинные которые помните из рам были под стекла вот такие вот видите все убираются готовятся к сезону закрывает сезон прибираются здесь у нас хозяйка он там вот в теплице видите даже прибирается вот виде поликарбонат уже скоро менять надо на крыше и расположили его даже без конька и горизонтально стоит поликарбонат когда будем менять теплица менять надо ну да она у вас там мощно и сносить надо разбирать все а у вас здесь такая же практически стояла что лиф основания а из рам вот этих ну как обычно как раньше мы строили с того что было правильно вот было вот с таких рам на этом месте теплица поставили теперь красиво матери на следующий год такую же налоги там поставить ну наверное если все нормально но она у вас она там там у вас она больше трех метров шириной как вижу да примерно 3 спал 3 на 6 все есть не в принципе не надо а вот три бы на 5 легко и 3 на 5 сделаем да я вот и думаю если все нормально вам надо чтобы на следующий год сезон зайти надо ее сейчас разобрать что весной поставить и спокойно посадки сделать хотя бы ее демонтировать надо да есть пойдемте посмотрим связь есть но тут основание как я понял и шпал да наш пол уже сгнили можно сказать под ноль сгнили но не уже сгнили да здесь полностью демонтировать подсыпку и щебеночки и ставить брус а для того чтобы щебенку завести вот надо наверное ну это я естественно уберу вот сюда может чтобы машинка высыпала да и поближе таскать было так сказать как говорит господин собянин реновацию участка реновация придумал же эти пенсионеров всех выжить из центра москвы переселить на окраины богатеньких в центр москвы задорого вот там стоит у нас легенда в той стороне под стекло а там стоит павильон я заметил еще старого типа но тут в основном легенду покупает из-за форма классическая двускатная она высокая в ней можно высокорослое растить хотя в принципе которые такая сми тоже хорошо с ним не нового варочных ведь и почему например ломается много часто теплицу конкурент ну вообще у тепличника потому что на арочных теплицах все равно держится снег он шапка лежит и их ломает например мы даем гарантию 10 лет даже на арочный фон потому что труба усиленная так все пишут в инструкциях очищать снег ставить подпорки рассказывает не олег без вот она легенда стоит под стекло еще раньше это первые мы делали торцы поликарбонатные покрытие стекло и вот здесь вот видите шайбы полипропиленовые они со временем отваливаются мы вот таких от отказались уже они на солнце вот это вот без защиты они они от солнце отсыхают и этого они где-то отказать от на на солнце отлетают 3-4 год ну ей приходится конечно счищать такого тут угла практически смотрели нету но не снег хоть как лежит угол очень маленький поэтому как обычно экономия на поликарбонате раскроет горизонтальный как вы видите только на крыше сделали вертикальный чтобы вода уходила здесь видимо из расчета 6-ти метрового листа сделали сэкономить и здесь вот так вот закрепили хотя можно было уголок даже обрамление красиво сделать то они поставили в этом прошлом потому что с этого года мы стеклянные торцы делаем у них еще стоят торец поликарбонатной стекла тоже свои есть плюсы есть минус у стекла например то что пока его не разобьешь он будет служить но в то же время минус и до дорого и в то же время что он холодная сама по себе стекла сиронов и в под ним жарко у нас у меня даже на даче стоит легенда и мы тости сторону которая солнечная мы стену укрывным подвесили как шторку потому что горит точно видите укрывной даже вас то южная сторона получается нет у меня вообще были везде что не моего сам на южно потому что на к забору стоит северная сторона у нас и южную всю полностью шторку за группу вот так же как у вас укрывного по за шторе ли и все и нормально стало поэтому каждая конструкцию приклад только один плюс что он теплый тепло держит можно зато стекло понятно же лично лично и помыть можно а поликарбонат только надо мыть водичкой без всяких тряпок без щеток это потому что пластик царапается на будущее вам никаких абразивных материалов только водой со шланга и мы моем внутри добавляем мы вам просто что стекла что поликарбонат обычно мыльный раствор и добавляет алексеевна у меня перекись для дезинфекции никакие но поликарбонат до замены ну вот вот вас стоит новатра премиум они срок эксплуатации 14 лет говорят 9 лет мы уже его применяем как бы нареканий еще не было ну минимум 10-12 лет что прям уже путь ну не как вот у вас от это эконом но он у вас давно начал потому что он так разрушается это до разрушаться очень давно видимо начался потому что у меня стоит у родственников мы ставим в 2007 году это было как раз еще до дефолта там был александ австрийский макролон германский и был израильский полигарь в россии не было производства их потом они пооткрывались пошли эконом начали демпинговать ценой и он до сих пор стоит как новый австрийский я покупала по моему ну точно не китайский потому что китайский у меня вон соседка на месте вот это стеклянная она делала документ по моему через год через два уже все они идут во первых со вторичного сырья дело во вторых защита от ультрафиолетов самое главное которое должно быть нету просто китайским в екатеринбурге торговала только одна компания не понял как название самого поля нет это уже перекупщики на в лксм 40 лет в лксм они по всему городу распространяли вагонами привозили с китая именно но у него срок службы писали там 10-15 самом деле нас уже два-три года мы она купила подешевле я купила подороже у меня все таки уже ну тоже точно где-то то что больше пяти лет это точно но это мёртвый полигарь ну мёртвый нет ну понятно да как я ведь почему и поставила и задача значит сделать вот так вот без вопросов это к леониду и к миши вообще сделают у них просто сейчас монтаж 2 они поедут и ждут клиента легенда три на четыре не это то не перенесут это уже с ними все доп работы с монтажниками так ну все тогда я сейчас поехал в офис проведем прямом эфире розыгрыш расчет с ребятами с леонидом дам в два часа будет то есть 12 по моск будет труды сейчас доеду до офиса и включу компьютер попробую провести ну все всем пока пока такая аккуратно шикарная теплица огромное спасибо за просмотр